В Южном флигеле усадебного ансамбля музея-заповедника Горький-Ленинский разместилась совсем небольшая, но довольно необычная экспозиция. И хотя называется она «История новогодней игрушки», встретить здесь можно и бытовые предметы, популярные в начале 20 века. По сути, перед нами небольшая часть истории целой семьи. Музей в этом году представляет предметы из частной коллекции Виктории Рыбаковой. Это предметы, личные вещи ее семьи, которые после революции передавались из поколения в поколение. Здесь представлены личные вещи ее бабушки. Вот она здесь изображена на фото Анны Михайловны Рыбаковой, 1905 года рождения. Но так как выставка посвящена именно новогодней игрушке, естественно, что большую часть составляют именно елочные и домашние украшения. Вот это игрушки 20-х годов, но у нас здесь представлены в этой витрине игрушки более позднего периода. Вот эти игрушки появились после Великой Отечественной войны. Называются они «Картонаж». Листы картонные содержали вот эти отпечатанные изображения. Их нужно было самостоятельно вырезать, склеивать, украшать ими елку. По смыслу выставка разделена на три части. Первая половина 20-го века, советское время и современные игрушки, сделанные под старину. Эти игрушки изготовлены уже по современным технологиям, но изображают они именно старинные какие-то предметы. Вот такой шар в неорусском стиле. Стала популярна рождественская тематика, появились ангелы. Людям старшего поколения наверняка понравится стенд с игрушками позднего социализма. Здесь представлены игрушки как раз разных периодов. В 50-е были очень популярны игрушки-прищепки, которые крепились на елку именно с помощью прищепок. Была даже выпущена серия игрушек «15 республик, 15 сестер». Во времена Никиты Сергеевича Хрущева была очень популярна вот такая овощная тема. Початки кукурузы и игрушки изображали вот такие плоды, достижения народного хозяйства. Новогодняя елка украшена не только старинными игрушками, но и открытками. Тут тоже подлинные открытки, они также из коллекции Виктории Рыбаковой. И открытки эти уже советского периода, елка украшена именно по периодам, они также отражают вот эти символы идеологии советского государства. По отзывам эта выставка вызывает живой интерес не только у детей, но и у взрослых. Конечно, детей привлекает эта выставка вот этим ощущением праздника, узнаванием, может быть, каких-то похожих игрушек. А у взрослых они вызывают ностальгические чувства. Многие взрослые узнают здесь игрушки из собственного детства, которые украшали их елки. Поспешите, выставка будет работать только до 16 января. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.